ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну что, время приступить к ограблению по-ридански, пойти и обнести дом этого урода, который, сука, заставил двух ППСников меня отбускать, сука, еще и хотели мечи забрать, где это видно вообще. Так, надо аккуратно спускаться, по-моему, глубоко можно упасть и помереть, а у меня там автосейф еще в городе. Так, что там, собрались все в сборе, никто не прогуливает наш брифинг. Брифинг. А гриография Нейвоны из Ланоксетера. Это тоже твоих рук дело, правда? Правда. Я влезла в ее спальню по водосточной трубе. Ха, я знал, я так и знал. Наконец все в сборе. Пора начинать. Этот налет, дело серьезное. Так что, если кто-то из вас сомневается, пусть уходит сейчас. Пока еще можно. Силит гель, удалить любой налет. Наши цель – аукционный дом Барсоди. Конкретно сокровищница. Эвелина, ты войдешь в башню, как только пройдет патруль, и спустишь нам веревку. У нас будет не более пяти минут. Этого хватит? Более чем. Великолепно. Поднимаемся в башню. Оттуда в аукционный дом. Внутри никого не должно быть. Но если что, у нас есть Геральт и его мечи. Потом вниз, в сокровищницу, Квинта открывает дверь. Мы входим, берем добычу и испаряемся через тайный ход. У меня все. У кого есть вопросы? Все как-то больно. Просто, да быстро. Позволь очевидный вопрос. Если в сокровищницу ведет тайный ход, к которому мы уйдем, почему бы нам не войти через него же? Хороший вопрос. Почему? У каждого коридора два конца, правда? Но я знаю, как найти только тот, что в сокровищнице. А другой – где-то за городом. Я понятия не имею, где именно. Ага, чудно. Если бы я знал? Если бы как-то смог это выяснить, вы были бы мне не нужны. Так что, поверьте, я бы дался. Еще вопросы? Скажите мне кто-нибудь, кого мне напоминает морда... Мордуса, морда с этого вот этого вот вора, вот этого вот генерального... Гениальный... Это, сука, какой-то актер, блядь. Где-то я его в каком-то фильме видел, но, сука, понять не могу где. Доброе утро. Убий ее собственными руками. Он похож, знаете, на кого? Он похож на... Например, на... Если вспомнить фильм «Эскадрилья Лафаэт», там был такой Кэссиди. О, ас такой, который за французов летал. Вот, по-моему, сука, на него смахивает. Но еще маленько он смахивает, конечно, на предводителя гномов из Хоббита. Но это уже чуть поменьше. А вот на Кэссиди, по-моему... Вообще, он какой-то, по-моему, один из Болдуинов. Давай в час, Пашля. Если ты боишься, что кто-нибудь выдаст, тогда пойдем все вместе. Немедленно. Возражение. Кому-нибудь нужно еще время? Такой надменный. Тогда пойдем. Слушайте, я что-то не понял. Вот. Канатоходчица пройдет в башню, скинет нам канат. Если будет стража, Геральт даст им пиздюлей. Дверь откроет взломщик. А что будет делать вот этот вот? Предводитель этой шайки. А, на нем, наверное, висит самое важное планирование. Как странно, конечно. А вот и дрищущая стража. Можем начинать. Отлично. Всего один патруль. Твоя микстура, должно быть, сработала. Эвелина, готова? Ты шутишь? Конечно, да. Ну, а мы что, будем немыми наблюдателями всех этих сцен или что? Три, два, один. Поехали, Гагарин. Хренов. Все чисто. Давай. Аки кошка прыткая да цепкая, ты глянь. Так Ассасин Скрит лазить не умеет. Гребаные птицы. Вечно все засрут. Что? Я вам покажу. Да ладно. Патруль идет сюда. Миштяковый вертухан. Так женщина-кошка не дралась. Сверх, быстро. Ну, веревочка. Милители, великая мать, храни нас. Не веревка, а шнурок какой-то. Что-то мне кажется, что мутный этот типок окажется. Ёп твою жлыга тупая, ты че делаешь? Фундамент размыло, а здание падает. Насыпается. Помнится, ты уверял, что внутри никого не будет? Видно, мой информатор ошибся. Это все, что ты можешь сказать? Я там шею чуть не сломала. Ты знала, на что идешь. Сейчас не время для обсуждений. Но позже мы обсудим. Какая нахуй родина? Отступать нам уже некуда. Так что надо переть вперед, как бы там ни было. Золотые слова. Если здесь один стражник, впереди могут быть еще. Доставай меч. Нет. Что так? Я не буду убивать. Я уже сказал. О, деревянным драться буду. Вот классно. Ну, должна была же быть в этой миссии изюминка. Ладно. Надевайте маски и идем. О, Родовида маска нет. А моя? Прям все короли такие. Мы как банда из Бэтмена. Там тоже была какая-то карточная-карточная-карточная-то эти мобы. Так, давай, понеслась. Че тут? Письма, видно, старинные. Как и шнурок. Любовное письмо. Я вам пишу, чего же боли, но... Где там это любовное письмо? Предмет получен вместе с остальным имением. Выставлен. Любовь моя, не сдавайся. Еще неделя до того, как ты выйдешь за Орфирца. Я что-нибудь придумаю. Может, я хорошо заработаю к тому моменту. Или мои слезы убедят твоего отца. Может быть, боги услышат наши молитвы. А если не они, тогда, быть может, дьявол. А если ничего не изменится к лучшему, я ворвусь в храм через окно и украду тебя прямо у алтаря. Мы убежим куда-нибудь далеко-далеко на край света, где нас никто не найдет. Ты пишешь с печалью. Я чувствую ее тяжесть. Я тоже постоянно думаю о тебе. Как мы говорили в Алхимии, бутылку вина до рассвета. А ты начертила дом нашей мечты на пыльном полу. Как мы сидели на причале, опустив копыта в воду. Ты пела похабные песни и громко ковырялась в носу. Каждый раз перед сном и первым делом, когда я просыпаюсь, я целую медалью с твоим портретом. Клянусь всеми святыми, мы должны всегда быть вместе. Сильными. Люблю тебя, твой О. О, ну это твой Ольгерт, видимо. Ольгерт фон Эверик. Эверик или как там его. У него же баба за афирца выходила, которого вот в лягушку-то он и превратил. Это была настоящая любовь. Да из чего ты взял-то, блядь? Я такую хуйню сочиню за две минуты. Где, блядь, спуск-то здесь, а? Что-то темень берёбанная. Чё за борода-то? А, вон. Сразу не поймёшь. Так, подождите, где мой защитный? Пока что чисто. Фу-ть-фу, чтоб не сгладить. О, вообще. Но всё равно, держите ухо. Картины эти продали, да? И уже заметила кое-что, что взяла бы себе с удовольствием. Не сейчас. Надо попасть в сокровищницу. Ясно? И чё б ты взяла подсвечник, что ли? Тут же нет ни хрена. О, чё-то повибрировало. Я так понимаю, когда геймпад вибрирует, это вибрирует мой медальон, да? Нет? Ага. А ты ещё кто такой? Надо было остаться в клетке. Ты говорил что? Я знаю, что говорил. Вперёд, пока они не подняли тревогу. А у него-то мечик железный у этого чувачка. Берегись. Или Геральт сам только убивать не хочет. Другим он мешать, типа, не будет. Ну что, паскуда, как тебе деревяшки-то, а? О-о-о. Ни хрена ему в пачку насувал. Кусается волчишка. Это кто там такой дерзкий? Сейчас узнаешь, какая у волчишки шишка. Бам-бам по башке деревяхой, ну. Бой был жаркий, но быстрый. А вот и ты, рыло. Дайте-ка мне дрын какой-нибудь. Какой у посла медальон-то, да? Типа он по белым волосам Геральта не узнает, да? Дерьмовое дерьмо, на. Плант сорвался. О-о-о. О-о-о. Геральт не обратил внимания на убийство. Всё. За мокруху вам теперь влупят. Сдавайтесь! У вас нет шансов! Русские не сдаются! Посмотрим. Но у нас есть заложники. Пощадите! Считаю до трёх и входим. Раз, два. Ещё один шаг, и здесь начнут гибнуть люди. Спокойно, давайте договоримся. Давай. Озвучьте нам ваши требования. Миллион долларов и вертолёт на крышу. Выторгуй нам немного времени, Геральт. У нас одно требование. Уведи отсюда своих людей. Не могу на это пойти. Можешь. Только не хочешь. Зато я могу кого-нибудь убить. Сделайте, как они просят. Умоляю. Успокойтесь. Не надо никого трогать. Понятно? Ситуация накалилась. Нет, ничего проще. Отзови своих ребят, и все будут жить долго и счастливо. Повторяю. Это невозможно. Но мы можем с вами как-нибудь договориться. Это как? Дайте нам по-бузку. Так, расскажи мне шутку. Любую. Лишь бы смешная была. Что-что? Это не... Дам тебе один совет. Бесплатно. За каждый следующий ты заплатишь чужой кровью. В беседе с человеком, взявшим заложников, надо избегать слов. Нет, но и может быть. Понял меня, Януш? Меня зовут? А, нокнул, нокнул. А, видишь? Вот он уже уразумел. Я сказал, чтобы ты был Януш, значит будешь Януш. Ясно? Да, ясно. Отлично. А теперь, Януш, я хочу услышать шутку. И поверь, будет лучше, если она мне понравится. Маленький эльф подбегает к маме. Я накакал, накакал. А она ему... Так неси скорее сюда. Как раз время ужинать. Ой, дурак, блядь. Ты что, расист, Януш? Вовсе нет, я только... Не говори, нет! Да, я расист, ненавижу эльфов и краснолюдов тоже. Прошу всех вниз. Сокровищница открыта. Я дам тебе еще один шанс, Януш. У тебя 10 минут, чтобы рассказать шутку получше. Не упусти. Вот тебе жест доброй воли. Я отпущу одного заложника и буду отпускать по одному после каждой шутки. Зовите Петросяна. Для него есть дело. Этому городу нужен новый герой. Хорошая работа. Ребята, дальше уже без меня. На такое я не подписывалась. Отсюда только один выход. Да что ты слышишь? Через сокровищницу. Ну, снаружи расисты стоят, которые не любят эльфов. Есть и второй. Через дымоход. Я смогу там пролезть. А ты, ведьмак, уж точно нет. Так что действуем по плану. Мы идем вниз. Да, ни шагу назад. Сизам, откройся. Так а жирный там сныкался, да? А я иду к тебе, моя сочная рулька. С деревянным дырыном. Чтобы лупить по жопе. Это и есть сокровищница? Нет, сокровищ тут дерьмо одну. Мышиная. А, вон сокровищница. Как он это открыл? Тут даже замка нет. Какой замок. Штучная работа. Два пружинных засола. Болты барабанные. Демеритовые накладки. Меня это не интересует. Никого это не интересует. Идем. Геральт, ты впереди. Почему я? Ну, в натуре. Потому что я за этим тебя взял. Топай, времени мало. Какой-то ты прихуевший, Пуц. Надо тебя завалить в конце этой миссии. Деревяшкой. Ах, была не была. Там, наверное, ловушки. Вот этот пол явно провалится. Ну-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Распрыгаюсь, разомнусь. Разбежавшись. Сука, я ж так и знал, блядь. Видно было, что он открывается. Охуеть. Ничего у меня глаз, блядь, набит, а? Надо мне сокровищницы грабить. Ахуле я сижу тут. Сейчас, сейчас, сейчас. Отправляйся в ад. Ах ты, мразь. Да вы заебали. Хуле они не дохнут от этих взрывов-то, гребаных. Так, минуса, минуса нуля одного. Долго я за ним бегать так буду. Ах, как его покосал. Чё с них падает, с этих мерзких тварей. По крайней мере, пока. И музычка сразу заиграла, ёптус. А, вы уже здесь? Ну, чё без меня уже успели дёрнуть? Колитесь. Флорины, золотые жерели с жемчугом. Давайте, пацаны. Пейдэй, пейдэй три, ёптать. Под наляжем на синьку. Коллекционная. Отпразднуем, отпразднуем, отметим потом. Я предлагаю начать бухать сразу, вот чё. О, картина. Те же картины были на аукционе. Он копии продал, что ли? Те же картины были на аукционе. Те же картины были на аукционе. Заткнись, знаток. Вы слышите голос утопцев? Они там чё-то... О, они уже здесь? Те же картины были на аукционе. Они там повесят всех вас. Вот чувак, прикиньте, у него своя сокровищница. Даже у Абрамовича своей сокровищницы нет, я уверен. Яхта есть, сокровищницы нет. Хотя, может, в трюме? Сейчас, сдамся, сдамся. Дайте денег набрать, блядь, хоть. По богатым хоть побыть полчаса. Да, рядание, ёптать. Флорины, золотишко. Блядь, чувак, я бы на твоём месте молился, чтобы я наоборот не вышел. Пошли в жопу. О. Опять сценка. Прям ни в одну комнату без сценки не войдёшь. Монета, смотрите, прям разбросанная. Да ты знаешь, с кем тягаешься. И ещё бы. С Талибаном, судя по вашим головным угодам. Эвальд. Эвальд. Привет, братишка. Сколько лет. О. Ну, пожалуйста. Чем дальше в лес, тем... Тем... Эвальд Барсоди. Кидалова. Кидалова. Отец этого не видел, а я ещё как. Это тебя не оправдывает, Хорс. Она что ещё тратит деньги, как ненаделок? Вы двое, вступитесь за меня. А я помогу с реданцами. Дам всё, чего пожелаете. О, вот уж не знаю. Ты меня не подкупишь. Соблазнительная Хорс. Я его принимаю. Не имею желания ввязываться в твои тёмные делишки. Не собираюсь вмешиваться. Особенно в семейные дрязги. Ну, тогда тебе не стоило вламываться в мою сокровищницу. Слишком поздно для нейтралитета. Пойдёшь со мной и будешь в золоте. Пойдёшь против меня. Останешься здесь навсегда. Ты кого пугаешь-то, блядь, жирный? Я не понял, вообще ты меня, что ли? Ну, сейчас я тебя, блядь, вздрючу тогда, тварь. Ну, если таков твой подход, то я буду с Эвальдом. Да выёбывался. Ой, да ты-то не боец один хрен. Ослепил его и отпрыгнул, заебись. Таков мой план. А квинт-то в натуре дерётся с аналитика. Ну, шлюха, блядь. Продажная. Ты взломщик, а не воин. Соблазнился? Да, ёптвою мать. Ладно. За какого короля-то, ёптвою? За короля подвала, что ли? За короля Барсоди. Воу, кик. Я предполагал иной исход. Забрать бумаги и вышвырнуть тебя на улицу. Ведь говорят, что месть нужно подавать холодной. Но и горячий тоже неплохо. Умоляю, пощади меня, брат. Проси всё, что хочешь. А у тебя ничего нет. Ты теперь нищий. Неужели всё? Всё. Перепиши на меня всё, чем владеешь. И иди отсюда. Прямо так. В одной одежде. Без цепуры. Позволь мне что-нибудь взять с собой. Хоть что-нибудь. Убил? Нет. Пятнадцать лет. В каналах. Ишь. Как зверь. И ты ещё смеешь просить? Чё ему там? У него подсвечником или что это такое? Скипетр какой-то. Вот тебе. Оу. Ну ты и псих. Ну ладно, твой брат, твоё дело. На. Ха-ха. Вот это глубокие оральные работы. Ты доволен? Более чем. А ты? Нет. И не буду доволен, пока не найду дом Максимилиана Барсоди. Ты говорил, что он здесь. Так и есть. Вон там. Но. Боюсь, что ты его не получишь. Блять, я знал, что ты крыса подзаборная. Видишь ли? Там внутри завещание отца. И согласно ему, пропавший некогда Эвальд Барсоди теперь получит всё. Ну забирай свою завещание. А Геральт из Риви, которого ты обманул. Что ж, ему придётся взять себе что-нибудь ещё. Ты обманул меня. А ты хотел бросить меня один на один с головорезами Хорста. По мне так мысли. Схуя ли я хотел? Я же за тебя. Ты придурок, что ли? Что же до дома Максимилиана Барсоди? Если он тебе так нужен, придётся отобрать его у меня. А, блять. Ну вы у вас и семейка. Вы, блять, все отбитые, что ли? Вами, наверное, мама жонглировать училась, блять. Дебилы. Давай, придурок. Глупое решение. Впрочем, как угодно. Давай быстрее, пока солдаты сюда не добрались. Хорошо, эльфийка вовремя съеблась, смотрите. Я к твоим услугам, видимо. Самая умная. А вот ты не очень умный. О, да ты владеешь. А у меня зато световые. Блять, не та кнопка. Нихуя он дамага сколько наносит. Сгори живьём. О, блять. Ну чё? Стоило 15 лет из дерьма вылезать, сука, а? Ну, наверное, стоило, блять. Барсоди, блять. Один подавился нахрен кубком, второй. Ещё чем-то. Это чё, шишка золотая там в сундуке лежит? Жемчуга. Злата, бриллианты. Сука, столько ни у одного дракона сокровищ, наверное, нету, а? Стражники дохлые валяются. Взломщик-то тоже дурачок, смотрите. Чуть-чуть не дожил до богатства. До богатства и славы. Слушайте, а облутать никого нельзя. Я уверен, что у кого-нибудь должна была быть классная какая-нибудь пушка с собой, нет? Слиток. Зачем тебе слиток? О-о-о! Афирский арбалет. Нахрен ему не нужен. Лучше бы какая-нибудь нормальная пушка была, я же не про арбалет. Чё за... Афирский арбалет, говно. Интересно, как Геральт отсюда... А, тайными ходами. Как, однако, кровопролитно всё было. Я только не понял, почему он... Почему он посчитал, что я хотел его бросить, сука, один на один с его головорезами? Потому что я сразу не согласился его защищать, что ли? Интересно, а... Напишите, у кого по-другому получилось тут пройти. Может кто-то менее... У кого-то кровавая баня была менее обильной. А гном-подрывник, если был бы, чё бы он. Такая же, сука, продажная шлюха, как этот взломщик. Какой этот, сука, Эвальд всё-таки жадный, а? Ещё наследство не успел вернуть, а уже зажал. Зажал, чё-то отдать, крысёныш. Так, где дом варсоди-то? А, вон в ларчике. Чертёж. Отравленный стальной меч школы змеи, вау. Круто как. Школа змеи, по-моему, днищная школа как раз. Чёртовы свечки. Через минуту здесь будут солдаты. Чёрт побери, где этот тайный ход? К чему про свечки-то фраза была? Да вон! Вот это явно тайный ход. Наверное, всё надо загасить. И тогда будет виден тайный ход. А то здесь много света, как-то подозрительно. Чё, он не погас? А, погас. А, свечки ни при чём. Сквозь щели дует. Ход должен быть здесь. Только как его открыть? Блядь. Ты можешь загасить этот юб? Нет, она не гасится. Ну давай, лутай ты. Фиал какой-то. Фиал какой-то, нахер, нет фиал. О, вот там, наверное, чё-то, чё-то мощное запрятали. Там чё-то настолько крутое, что это даже не взять. Так, ладно, хер бы с ним. Чё делать здесь? О, понятно. Просто чутьё и просто путь. Надо отсюда смываться. Закрывать надо за собой. Ну, наверное, нет. Выбраться из аукционного дома. Он сказал, что он не знает, где выход из чёрного потайного хода. Хода, значит, сейчас будет что-нибудь ироничное наверняка. Бордель какой-нибудь, не знаю, церковь. Хижина травника. Нет? Нет, рыбачья какая-то херня. Бред какой-то. Отнести дом Максимиана Барсуни. Ольгер, Ольгер дом. Ольгер где-то рядом. Ну, да, в общем-то, неплохой квест. Жалко, что пришлось всех поубивать херам собачьим. Дерьмо случается. Многое можно узнать. Согласен, шоу. О, чё это он? А, ну да, они же отравлены тут половина. Интересно, можно сейчас посмотреть, что там надо на чертеже? Почему селёдка? А, по крайней штуке. А, для меча змеи. Давай последнее желание. Я весь внимание. У меня для тебя кое-что есть. Люблю подарки, но распаковывать их лучше без свидетелей. Эй, ребята, присмотрите за бочками. Я пойду потолкую с Геральтом. Пойдём. Уже лучше. Ну хорошо, что у тебя есть для меня? Дом Максимилиана Барсуни. Как просил. Он имел в виду этот кусок дерьма или ему дом... Барс должно быть взбеситься. Не взбеситься. Нет? Потому что его нет в живых. Его брата, впрочем, тоже. Ну и ещё нескольких. Вот это да. Я и не думал, что у тебя духу хватит устроить такую резню. Обращайся, ё-моё. Я могу устроить резню и побольше. Например, когда разделаюсь с нашим контрактом. А ты и вправду меня не выносишь, да? Не выношу тех, кто внаглую пытается меня использовать. Поэтому и погибли оба брата. Поэтому ты должен поостеречься. Я уяснил. А вот тебе мой совет. Не плачь на семьёй Барсуни. Сплошные ублюдки. Все до единого. Я заметил, те ещё уёбки. Чем тебя так достали эти Барсуни? Вытолкали в шею с аукциона? Они вытолкали меня в шею из собственного дома. Тебе это правда интересно? Ну да. Стал бы я спрашивать. Как всегда. Дерзко. Моя семья влезла в долги. Неудачное вложение денег, неурожай. Проигранный суд. Но знаешь, как оно бывает. Пришла беда, отворяй ворота. Нам нужно было несколько недель, чтобы встать на ноги. Но Хорст Барсодис купил все наши векселя. И потребовал немедленные выплаты. Я просил, умолял, рвал на себе рубашку. Но всё бестный. Всё как об стенку горох. Потом я был на аукционе. Смотрел, как какие-то надушенные пёзды забирают с собой моего отца. Портрет покойной матери. Сбрую коня моего брата. О, Хорст славно нажился на наших реликвиях. Неудивительно, что ты не пылал к нему любовью. Это ещё только начало. Когда родители моей Ирису знали, что случилось, они разорвали нашу помолвку и другого жениха ей нашли. Из-за моря. Я думал, сойду с ума. Вот он ещё. Пошёл в корчму. Один стакан выпил, другой. Ввязался в драку, потом снова пил. А потом... Потом я попросил о помощи не того парня. Этого продавца зеркал. А дальше, ведьмак, было одно большое смердящее говно. Да мы, походу, сейчас выясним, что Ольгерт не такой уж и гандон. Ну, чего ты здесь мнёшься? Ещё что-то нужно? Третье желание, например. Есть ещё щетинка в бородёнке у Хатабыча, давай. Время назвать третье желание. Подожди, Гераль. Я кое-что доделаю, и тогда поговорим. Эй, вы! Достаньте мне селёдку из бочки. Ну, давай, не задерживай! Что это такое? Теперь ты готов меня выслушать? Или тебя по-прежнему не касается, что я хочу сказать? Я готов. Я слушаю. Хорошо. Иди к своему хозяину и скажи ему следующее. Его требование задело меня заживое, поскольку я воспитан в уважении к священным законам гостеприимства. И я не стану потакать хамскому поведению. Понимаешь? А чтобы это доказать, я нанесу ему безотлагательный визит. Так что скачи, что есть духу, и предупреди о моём прибытии. Понял? Да, понял. Отпустите его и отдайте ему коня. Что за место? Выйдем наружу и поговорим. Ну и нахрен мне эта сцена была нужна, не понял? Оферцы говорят, что о важных делах следует говорить под открытым небом, чтобы боги были свидетелями. Я выполнил два твоих желания. Пришло время третьего. Ты самонадеянный, да? Гордый, бесстрашный, уверенный в своих силах. Прекрати лизать мою жопу. Будь любезен. Мутация лишила тебя чувств. Скажи, ты любил когда-нибудь? Ох, ёб твою мать. Вот так, чтобы на самом деле. Началось. Да ху... Ты его поймёшь. Ну, Йеннифер, наверное, любил. Хуй его знает. Да, любил. Может, мы перейдём к делу? А может, мы лучше вернёмся внутрь и поговорим обо всём... Блядь, ты чё нахуй? Давай выйдем под небом, попиздим, чтобы боги слышали, потом давай нахуй пойдём за бутылкой посидим, пиздим, чтобы, блядь, чтобы кто услышал, не понял, что... за бутылкой, чтобы, наверное, это не боги, а эти черти, наверное, услышали, да? Заебанец, блядь. Выпьем, когда всё кончится. Это вряд ли. Если тебе повезёт, то мне конец. А если повезёт мне, то ты уже не вернёшься. Я всё ещё жду третьего желания. Какой же ты упрямый. Ну что ж, изволь. Была у меня когда-то жена. В нашу последнюю встречу я подарил ей фиолетовую розу. Ну? Принеси мне этот цветок. Я хочу вспомнить, как он выглядел. Когда это было, роза наверняка уже увяла и рассыпалась в прах. Ты хотел желания. Вот оно. Исполняй. Я отправлюсь навестить безмятежного. А здесь оставлю одного из своих людей. Он поможет найти меня. Нихрена ты, ебань, Клаус. Разумеется, если тебе повезёт. А тебе другая фиолетовая роза не устроит? Где мне искать твою жену? В эфире, блядь. В моём старом доме. На восток от имения Мартина Листа. Я не стану желать тебе удачи, сам понимаешь. Прощай. А жена-то его жива или померла, наверное? Как вы считаете? И жили они долго и счастливо. Не похоже, что они там жили долго и счастливо. Да. Одно задание веселее другого прям. Но свадьба всё равно круче была. Так, да, имение фон Эвериков лучше всего, конечно, на самолёте добираться, судя по расстоянию. Но доберусь я туда уже, конечно же, как вы все понимаете, в следующей серии. А чё это за хрень на мне одета, я не понял? Чё это такое? Доспехи на валуне, откуда они у меня взялись-то? Когда я провафлил тот момент, когда их на меня надели? Вообще не понял, нахрен они нужны мне? У меня вон реликтовые штаны на валуне. А, он, наверное, воровать пошёл в этой одежде. Я чё-то провафлил. Я чё-то вообще не заметил. Да, бывает, архи-невнимательность. Да пофигу, короче, всё. Чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите, адьё. КОНЕЦ